Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, мы сегодня сбудем новое видео на проекте Amazing Holy Play, вся информация, ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите и играйте в листиной первом серваке, где играю я, это из что Red, также не забывайте вводить промокод, потому что за этот промокод вы получите 450 тысяч, если вкачаете 10 уровень, поэтому берите, вводите промокод, пишите ММ, промокод указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом, и потом за этот промокод вы получите бабочки, поэтому вводите и вы не пожалеете. Ну что ж, пацаны, сегодня будет довольно-таки интересное видео, потому что я сегодня вам расскажу и покажу самые лучшие машины, которые есть до 5 миллионов рублей. Если вам этот ролик понравится, то я запишу видео для рыжиков, то есть я вам покажу именно машины до 1 миллиона, которые вам подойдут, если у вас нету бабок, то есть если у вас есть лям. Но сегодня у нас бюджет побольше, у нас от 1 миллиона до 5 миллионов будут машины, я надеюсь, что кому-то это видео будет полезно, потому что я в машинах очень сильно шарю, как бы, я люблю автомобили, поэтому я решил записать для вас вот такое вот полезное видео, но будем машину каждую показывать по порядку. Я надеюсь, что вы взяли с собой уже чайочек, там печеньки, лимонадик, мороженое, сели поудобнее и готовы смотреть видос. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, я думаю, вы заметили эти замечательные и красивые машинки, всего у нас будет 10 машин, то есть это будет топ 10 машин от 1 до 5 миллионов рублей, с этой стороны стоят машины более дорогие, а с той стороны стоят машины более дешевые, то есть видосик реально получится, я думаю, интересный, полезный. Итак, начнем, в принципе, по порядку, как бы, здесь у нас, получается, есть и джипы, и обычные машины, и мерседесы, как бы, и BMW, то есть тачки реально все заряжены, все интересные, но каждую я буду показывать отдельно и рассказывать про нее тоже. Это, получается, гелик, в автосалоне он стоит 7 миллионов рублей, но его можно купить с рук за 3, за 3,5 миллиона рублей, ну, за 4 максимум, то есть эту тачку можно купить за 4 миллиона рублей, даже может быть дешевле, если вам повезет. То есть это, я считаю, самая пизда такая машинка, потому что пациентогелик, это мой самый любимый кузов, это G65, то есть, да, эта машина не особо быстрая, она едет 200 километров в час, это с чипом, то есть это у нас, получается, вот такой вот гель, который 200 километров в час, я считаю, отличная машинка, как бы, ее можно купить по дешману, потому что она часто выпадает с рулетки, и люди их продают почти что даром, то есть по госцене, поэтому я считаю, это очень хорошая машинка, солидная, такой черный кубик, чисто. Следующая машина у нас, получается, C-шка, 205-й кузов, мне эта тачка не особо нравится, внешне именно, но по своим ходовым характеристикам, это очень хорошая машина, она очень резвая, она хорошо едет, она едет немножко боком, то есть, получается, есть Е-шка, есть C-шка, вот это именно C-шка. Е-шка стоит 10 миллионов, а эта машина стоит 5 миллионов рублей, с щипом этот автомобиль едет 240 километров в час, то есть, реально, хорошая машинка, такая, неплохая, но мне больше нравится Е-шка, но Е-шка, она и стоит в 2 раза дороже, и ее носит, то есть, на ней надо уметь ездить, потому что ее постоянно разворачивает, то есть, Е-шку, как бы, носит, а C-шка, это отличный вариант для тех, кто не особо умеет ездить. Следующий автомобиль, это BMW M5F90, я считаю, что это самая, просто, лучшая машина, которая есть, это еще и competition. Короче, пацаны, BMW M5F90, то есть, она в автосалоне стоит 6 миллионов рублей, но если постараться, со старогоска, с руки можно купить, там, за 5 лямов, то есть, спокойно, поэтому, я считаю, это самая, просто, лучшая машина, потому что она едет очень быстро, то есть, первым чипом эта машина едет 260 километров в час, довольно-таки быстро, то есть, реально, она очень сильно разгоняется, то есть, у этой тачки, самый быстрый разгон на серваке, просто быстрее нету. Итак, следующий автомобиль, это у нас, получается, Range Rover, этот автомобиль можно приобрести, там, за 3,5, за 4 миллиона рублей, потому что их тоже часто выбивают в рулетки, и продают по госу, либо в шахту вообще сливают. Автосалоне, понятное дело, она стоит подороже, но с рук ее купить можно спокойно, за 4 миллиона рублей, поэтому, я считаю, это тоже отличная машина, она хорошо разгоняется, как бы, тоже такая солидная, вид имеет, только прикольненькая машинка, можно тоже бачком пораздавать, в принципе. Ну, реально прикольная тачка, на ней еще ФСБшники, в принципе, гоняют, ну, автомобиль реально хорошенький. Следующий автомобиль, это Ford Raptor, ну, Raptor, пацаны, это просто классика, как бы, это очень классная машина, особенно, если на ней стоит гидравлика. Конечно, как бы, за 5 миллионов вы не купите Raptor с гидравликой, хотя, хрен его знает, может быть, вам повезет, но такой Raptor можно купить за 4 миллиона рублей. Именно столько он стоит в автосалоне, то есть, тачка реально прикольная, можно сзади людей возить. Конечно, скорость у нее очень большая, у нее максимальная скорость с первым чипом, это 200 километров в час, но, в целом, для покатушек, для просто передвижения, это реально отличная машина, потому что вы можете, как бы, много людей сзади посадить, можете, как бы, там, по бездорожью покататься. Машина реально неплохая, если вам нужен джипик, такой пикап, то это, в принципе, отличный вариант для вас. Теперь перейдем к более дешевым машинам, ну, то есть, за 3 лямов эти машины все стоят. То есть, это уже машины такие побюджетнее, и первая тачка, то у нас получается Toyota Supra, легендарная просто, Toyota Supra, пацаны, легендарная, которую можно поставить винилы. Данный автомобиль в автосалоне стоит 1 миллион 100 тысяч рублей. Ну, то есть, это реально такая дешевая машина, но она довольно-таки быстрая. Максималка у нее, там, по-моему, 280, что-то типа того. Но вы сами можете видеть то, что она очень быстро ускоряется. Возможно, конечно, японцы не всем нравятся, но, как бы, за свои бабки, пацаны, лучше машину не найти просто. Я вам серьезно говорю, то есть, если вы там хотите работать в такси, либо просто быстро передвигаться, это самый лучший вариант, потому что быстрее этой тачки ничего просто нету. Нету за миллион. То есть, за миллион быстрее машины просто не существует. Supra это самая быстрая дешевая машина, которая может быть на данном проекте, на данном серваке, поэтому дешевле и быстрее вы машину не найдете. Итак, следующая автомобиль, это у нас получается Audi, Audi TT. Честно, точно не помню, сколько она стоит. По-моему, 1 миллион 500 тысяч рублей. Что-то типа того. Ну, то есть, такая бюджетная тоже машинка, в принципе. Audi, ну, я считаю, тоже неплохая машинка, в принципе. Не хуже, чем Supra, тоже очень неплохо так разгоняется. Но, как первая машина, как машина до 2 миллионов, это, я тоже считаю, отличный вариант. То есть, хорошо ускоряется, вид имеет, как бы... Следующий автомобиль, это легенда просто 90-х. Это Mercedes 124. Просто, блин, мне этот кузов очень нравится. Прям, блядь, просто пушка, реально. Вот эти диски еще стоят, которые были еще в тех годах. Блядь, просто, ну, реально охуенная машина. Я бы себе такую хотел бы с аудиосистемой, я просто бы так кайфовал на ней, понимаете? У меня была такая машина с номерами MR-8, я потом ее продал, у меня там была нитро-гидравлика. Я так от нее кайфовал, блин. И реально хочу себе очень сильно такую тачку, именно с аудиосистемой. Это реально будет кайф. Данный автомобиль стоит в автосталоне 1 миллионов рублей. То есть, едет она 200 километров в час. Ну, как бы, реально очень хорошая машина. Она стоит ровно в автосталоне 1 миллион рублей. То есть, ну, для любителей Mercedes-ов, просто, ну, блин, а, просто пушка, реально. Просто пушка за лям, пацаны. Я вам советую ее купить. Ну, следующий автомобиль тоже у нас, в принципе, необычный. Это Toyota Camry. Про нее есть песни, про нее есть клипы, про нее есть видосы. То есть, ну, тоже легендарная, можно сказать, машина по-своему. Это Camry просто. V6, понимаете? Camry 3.5, все дела. То есть, тоже неплохая машина. Она стоит в автосталоне 2 миллиона рублей. Постараться, можно за лям 500 найти. Со старой гвосточкой, в принципе. Даже видел Camry с гвоздкой, по-моему, 80 тысяч, что-то типа того. То есть, ну, ее реально купить можно и дешевле, чем с автосталона. Но, если вы именно с автосталона будете покупать, она будет стоить 2 миллиона рублей. То есть, тачка тоже реально неплохая. Передний привод, как бы, по-моему, если не ошибаюсь, да? Передний привод же. Ну, да, передний привод, в принципе, как и должен быть. Довольно-таки неплохая машина. Неплохо разгоняется. Максималка, конечно, не особо большая. Там тоже около 200 километров в час. Но машина реально по кайфу. Мне нравится. То есть, ну, за эти бабки реально нормально. Можно чисто по Hassan'е там лево-право дать. Ну, и последний наш автомобиль из нашей десяточки. Это, получается, Dodge SRT. Просто прикольная тоже машинка. У меня была она с аудио. Максималка у нее тоже, конечно, небольшая. Там 200 километров в час. Но, в целом, разгон там по управлению, она довольно-таки неплохая. Получается, она стоит в автосталоне 2,5 миллиона рублей. То есть, 2,5 стоит эта тачка. Я считаю, это не особо дорого. В принципе, если вы хотите выделяться, а эта тачка, ебать, выделяется. Как бы, это все-таки демон. Такие фары, такая жопа просто, выхлоп. То есть, ну, я реально кайфовал, когда у меня была такая машина. То есть, я вам тоже советую ее прикупить. Если вы хотите выделяться, хотите что-то необычное. Но, в целом, тачка реально нормальная. За 2,5. Я считаю, отличный такой вариантик. Ну, что ж, дамы и господа. Вот такое получилось видео. Надеюсь, оно кому-то было все-таки полезное. Если вы не знали, куда потратить бабки, какую тачку купить до 5 миллионов, то, в принципе, этот видос для вас. Поэтому, ставьте лайки, как бы подписывайтесь на канал. Не забывайте выйти по промокод. Все ссылочки есть в описании. Заходите играть вместе с вами на проект AmazonHolyPlay. Первый сервачок. Буду вас всех ждать. Поэтому, чао-какао. Всем пока-пока.